итак мы сегодня находимся российском этнографическом музее где 23 по 27 ноября проводится архитектурная биеннале то есть собрались именно все бюро архитектурные и делится своим опытом за последний год мне кажется будет интересно тем более для всех застройщиков агентств недвижимости и также для покупателей просто для тех людей которые любят санкт-петербург и любят архитектуру давайте смотреть мы подошли к первому стенду который лично меня заинтересовал что мы видим бюро м.п. и которые гордится тремя жилыми комплексами но это все комплекса группа компании талон 1 комплекс это жилой комплекс ботаника который сейчас на самом деле принято ругать за отсутствие озеленения то есть сами фасады они достаточно бизнесовые это бизнес-пласт и педагоградская сторона но что касается дворов тут даже это видно как по сути по фотографии что достаточно скудненько хотя название ботаника вроде нам говорит о том что зелень должен быть много его принято ругать вы сейчас за это хотя вот опять же сам комплекс неплохое место конечно супер следующий нас квартал галактика тоже опять же принято ругать но ведь они тут уже постарались побольше деревьев нарисовали ну а сама концепция построение домов ну как по мне так на любитель на самом деле дома все равно сочные высокие и фасады мы видим нам как по мне достаточно простые хотя опять же по месту место крутое и жилой комплекс домино вот здесь уже как раз таки будем надеяться что застройщик действительно построить так здесь у нас указано то есть это классные дворовые площадки это ландшафтный дизайн тут уже видно что они побольше поработали тоже настоящий бизнес на черной речке вот этот проект я сам очень жду когда он пусть таки будет реализован я на то лище мы всегда интересуемся реализации проектов ваша часть это творческая часть реализация это застройщик скажите есть ли откровенно проекты вот на памяти которые расходятся с задумкой в реализации ну это всегда такой диалог между архитекторами и застройщиками то что конечно главная цель архитектора реализовать так объект чтобы он был качественный и был реализован с точки зрения той задумки которую вкладывает туда архитектор конечно зачастую мы ведем диалог с заказчиком в части применения материалов оптимизации решений то есть это такая постоянная работа и от нашего опыта и квалификации зависит каким путем пойдет заказчик с одной стороны конечно хочет всегда оптимизировать и принять достаточно простые эффективные решения а мы мы должны в этом просто помочь и здесь не надо искать какой-то конфликтной ситуации наоборот надо сплачиваться искать варианты как это можно сделать здорово как это можно сделать без достаточно серьезных потерь вот и реализовать качественную архитектуру при этом конечно не без сложности то есть не все заказчики готовы к такому диалогу больше они готовы там ультимативно диктовать условия и мы стараемся с этим конечно работать скажите пожалуйста есть ли ваши любимые проекты те проекты которые на наиболее удачно реализованы ну я надеюсь что самые любимые и самые удачно реализованы нас еще впереди но мы очень любим те проекты которые знаете как ну мы стараемся вкладывать свое дело душу естественно мы за каждый проект радеем и переживаем здесь для нас очень важно например социальные проекты которые мы ведем по своей инициативе поддерживая например две тысячи воспитанников детской футбольной школы мы хотим чтобы они получили свой дом и сейчас мы получили и положительное заключение разрешение на строительство надеемся в скором будущем этот комплекс будет реализован и там будут воспитываться новые наши любимые футболисты скажите в нашем городе я понимаю что вас много проектов есть какие-то планы идти дальше да конечно наши самые основные стратегические планы мы сейчас в основном работаем санкт-петербурге ленинградской области очень любимый наш город и нашу область стараемся реализовывать интересные сложные проекты но в перспективе мы выходим сейчас на другие регионы вот нас первый объект который заканчивает сейчас строительство это вот управление федеральной налоговой службы в городе петрозаводске мы работаем сейчас над большим центром обработки данных в городе пах пахра это домодедово московская область и также работаем над рядом адрегатов на юге нашей страны краснодаре сочи и последний вопрос на наши зрители интересуются архитектурой интересуется новостройками что-нибудь из премиум-класса есть ли задумки ой да конечно у нас был интересный проект наверное я так правильно про анонсирую были разработки по большой жоре где планировалось разместить такой достаточно элитное жилье с возможностью даже подхода яхт непосредственно к своему дому вот но с учетом той ситуации конечно которая там и сложная ситуация которого мы сейчас находимся конечно мы стараемся все проекты более делать рациональные то есть из тех которые у нас сейчас это здание бизнес-класса на заставской улице очень интересный красивый многоквартирный дом мы будем стараться дальше развиваться искать варианты для того чтобы проектировать элитное жилье пожелаем вам удачи спасибо большое сейчас подошли линии проекту стенду и здесь я вижу же royal парк это комплекс апартаментов на петровском острове сам его начале и кто бы мог подумать жилой комплекс приморский квартал который мы снимали прошлым жилетом да вот он представлен этим бюро как тем чем можно гордиться я бы сказал что же приморский квартал ты классный комплекс для тех кто хочет жить у парка и у метро архитектура на мягко говоря спорно и далеко не всем нравится ну если что эти три башни да никогда ночью светится не конечно были потрясающий в остальном самый обычный проект я не знаю что он допустим то делать есть макета гораздо интереснее евгений вы знаете мы все любим архитектуру вашу архитектуру мы тоже любим вы наверное как чек профессии тоже любит любите архитектура свою да но вот застройщики они ребята интересны они реализуют порой так как вы задумывали а порою так как не хотелось года что было реализовано насколько это часто происходит ну знаете любой застройщик знакомишься есть застройщики там делю сразу на те кто любимый застройщик вот компания еврострой да с которыми очень быстро и легко находить тему и для разговора и для будущих проектов потому что мы сразу определяем стилистику моментально рождаются эскизы и как-то все это так легко есть застройщики которые работают по принципу а надо какой-то уникальный проект которого нигде не было которую вот мы вот хотим чтобы это вообще было вау через какое-то время этого превращается это нельзя потому что это дорого метражи давай там добавляя соответственно архитектура уже такой не может быть вот такие ряд факторов до когда ты понимаешь начинается это все так скупоживаться и превращаться в такое ну скажем незаурядное но за как случае те идеи которые там планировались они медленно начать растворяться и все так немножко так это становится там усредненным поэтому среди вот таких проектов нам повезло и петровская доминанта она получилась что мы разрабатывали с одним застройщиком потом линспецму приобрел уже проект и отдать должное наверное все таки они оценили возможности этого проекта ничего не стали менять то есть мы его воплощали практически в том виде в котором изначально планировалось понятно что там были и рабочая документация были сложности определенные с выбором окончательных материалов потому что наступила эта эра когда все начало куда-то исчезать но отдать должное застройщику качественно подошли я принципе доволен результатом потому что получилось достаточно симпатично каких-то таких огрехов нету и у меня скажем достаточно таки положительные эмоции не как архитектору сложно оценивать собственной работы скорее удел те кто смотрит критиков и зрителей безусловно вот тоже там допустим тоже самое esper club это здание которое как мы изобразили так и было воплощено единственно что вот там наверху вместо последнего окошка должна была скульптура быть вот но но вот тут единственный момент когда заказал нет человек сказала ему готов купить если там будет окно очень короче мы убрали скульптуру ну в принципе от этого скажем сильно за не пострадала но может быть такая немножко эмоциональной составляющей что у нас есть пример когда мы делали щедрин на киричный нас там была такая вот скульптура которая она была очень абстрактно изображена потом я наверное скульпторов наверно пяток города попросил сделать некую модель как мне казалось в стиле стилистике северного модерна когда мы не не проработанная скульптура когда это скорее такой вот отсеченные от камня до когда у тебя форма так слегка угадывается я вообще удивился потому что мне такие результаты принесли мне до сих пор там лежат их можно публиковать как угадали не менее вообще-то просто это трэш какой-то потому что с этим точно не справиться а жильцы настаивали даже писали застройщика то что где наша смотрите там было на в проекте это было поэтому мы это заменили красивым фонарем так в таком скандинавском стиле из гранита я считаю что вполне уместен там но такие вот метаморфозы иногда происходит поэтому вот здесь я могу сказать достаточно качественно все сделано ну и идея была вот такого вот штучного здания таких зданий не может быть много в городе они должны быть единичным однозначное исполнение но на них интересно смотреть я с вами согласен а вот знаете вы второй вопрос сняли с моих уст по поводу петровской доминанты есть ценители наш оператор ценитель в частности и зрители скажите а можно было бы сделать лучше вот были те мысли которые на этапе проектировки родилось постояли рядом вот можно было по-другому ну сложный вопрос потому что опять таки когда ты смотришь на результаты постройки конечно лишних нюансы да и понимаешь что наверное вот здесь надо все таки там чуть-чуть по-другому сделать я другом хотел сказать что вот петровская доминанция с моей точки зрения если бы петровский остров застрялся в таком же ключе тот же принцип который мы заложил да потому что идея была дисперсных зданий здания которые сами по себе являются и силуэт нами и они не большие они не протяженные если обратить внимание да да стоят из нескольких корпусов и все вместе это проникаемость проникаемый свет проникаемость зелени да ты видишь воду нет стены вот к сожалению вот то чего могу если бы вам отдали весь остров да то наверное было бы гораздо лучше потому что получился немножко такая все таки задавили его и задавили его и по центральной улице которую сузили фланкирующими зданиями они очень длинные протяженные вот этот за счет этого мне кажется немножко потерялась ну и мне казалось что для петровского острова поскольку это все-таки был промышленный район да с бавариями пенными заводами там так далее то же самое солодовня то стилистически мне казалось все таки это должен быть кирпич он разный может быть темные посветлее но но кирпич и тогда бы наверное все таки это был какой-то такой остров как реализуемый проект в том же лондоне все доки которые замечательным собой самая интересная тема сейчас происходит за моей спиной это массовая застройка архитектура это массовой застройки она сейчас собрала самое большое количество зрителей это краски наша тема странно что здесь нет агентов по недвижимости в огромном количестве смотрят архитекторы это так раз такими всем было бы полезно выслушать где не скажите на планы по элитному жилью по жилью такого же класса что с условиях вот сегодняшних есть ли какие-то задумки ну или это как было так и осталось но тенденция к уменьшению общей площади квартир безусловно то есть раньше мы там категориями приблизительно 150 200 300 иногда даже там объедение до 400 метров было теперь в среднем это квартиры там до до 150 метров даже меньше сказал вот такой такой вот где-то сегмент это такая нормальная трехкомнатная квартира это уже там не знаю 110 120 это был просто вот как как постепенно начинает но и переходит действительно даже вылите переходит на более мелкие по количеству комнат квартиры принцип если хочется там расширится можно взять 2 3 ну то есть уменьшение объема вот не скажется в этом случае на количестве если у тебя есть да потому что это как правило все таки стенки да то есть не но стены как правило у нас достаточно небольшое количество в основном это ну колоннами меньше в основном это пилоны до которые соответствуют толщине стены чтобы у нас не было там выступов в комнатах не любит мне ни один застройщик и давать достаточно свободную возможность свободной планировки спасибо большое евгений желаем вам успехов в этом в этом нелегком вашем труде спасибо что друзья это был канал правильный выбор надеюсь вам было интересно будьте с нами пожалуйста подписывайтесь на наш канал всем до встречи